У каждого человека в жизни бывают такие периоды, когда он именно находится в поиске того, чем заняться, в чем себя проявить. И это и меня не миновало. Жизнь заставляла двигаться, постоянно находиться в поиске того, что могло бы принести, откровенно говоря, какой-то доход. Почему? Потому что жили, ну выживали. То есть я закончил поварское училище, получил специальность повара-кондитера, прошел практику. Ну как-то эта работа не привлекла меня настолько, что я отдался бы полностью. У меня были первые попытки, скажем, заняться керамикой. Это еще за года 2-3, до того, как я начал этим заниматься. Я помню, собрал такой первый гончарный круг из подручных вообще абсолютно материалов. Ну сейчас смешно, конечно, это вспоминать, но очень-очень такой примитивный, очень расшатанный. И на нем я, помню, сделал 2-3 работы. Эти работы получились толстыми такими. Ну не получились они у меня такими, какими вот хотелось бы, да, такими, какими я их видел. И как бы эта идея из головы ушла на несколько лет. Познакомился уже с Рустеном Скибином, который меня именно в гончарном деле, он мне показал кое-какие тонкости, как нужно подойти. Он сделал здесь кувшинчик у меня на глазах. Ну это я как сейчас помню. Ну вот это настолько меня поразило, вдохновило. Ну на тот период я не мог такого сделать. Да, и поэтому это меня вот в такой восторг вообще привело, когда я видел, как он работает. Вот, то есть он меня обучил кое-каким тонкостям. И с того времени как бы уже я плотно, ну серьезно, с того времени я серьезно начал заниматься керамикой. Уже около 15 лет. Проблемы были, конечно. А этих проблем вообще в производстве керамики очень много. Начиная от того, как глину подобрать, скажем, да, и заканчивая готовым изделием. В керамике очень много различных этапов, да, которые должно изделие пройти. Так как не было в то время таких коммуникаций, как интернет, да, то есть вот это все. Я, в общем, Старокрымскую, знаешь, библиотеку перерывал вот от А и до Я, да. Все, что касается керамики, я находил книги, читал, изучал, то есть экспериментировал, где-то что-то додумывал, где-то что-то там дорабатывал. И это в конечном результате дало свои плоды. И тот, кто вышел в путь, тот дойдет. Гончарное дело, да, ну именно вот это такая, ну, творческая работа. Это очень интересно и постоянно что-то новое, да, то есть вот это стимулирует, то есть постоянный какой-то рост. Вот, скажем, начал с таких примитивных работ, скажем, да, там слепки какой-то, потом на следующий год смотришь, это уже там красивые какие-то домики, на следующий год смотришь, там это уже какие-то кувшины гончарные, на следующий год, скажем, смотришь, это уже орнамент ты туда добавил. Изучил орнамент крымско-татарский, уже его начал использовать, скажем, все в терракоте еще, без использования глазури. Потом добавил глазурь, потом к этому чайники прибавил, еще что-то прибавил. То есть и вот кувшины прибавил, и все это цветное-цветное, новое-новое-новое, то есть вот это и привлекает на самом деле. И не надоедает мне, то есть я постоянно нахожусь в поиске того, чтобы сделать еще такого интересного, красивого там, нового. То есть обязательно это уже стараюсь связать именно с нашей традиционной, да, культурой. С того момента, как у меня произошло знакомство, скажем, с Мамута, с Рустемом, для меня открылся еще широчайший простор, скажем, оказывается, наших народных орнаментов, да, языка нашего, то есть именно в орнаменте, который скрывается, да, то есть это для меня вообще было удивлением. Вот это все и стимулирует, да, на самом деле. Уже посредством работ мы вот это выражаем, да, вот в такой форме немножко это, скажем, по-современному, да, то есть вот в такой современной немножко интерпретации нашей. Ну, основа это именно те орнаменты, которые до нас дошли, вот от наших, скажем, предков, да. Я понимаю, что на сегодняшний день мы занимаемся именно возрождением того, что мы потеряли, да, в свое время. Это именно возрождение нашей традиционной культуры, нашего орнамента, да, изучением которого я занимаюсь и использую в своих работах. Субтитры создавал DimaTorzok